Приветствую всех посетителей сайта Dota2.ru! С вами еженедельные новости. В сегодняшнем выпуске все главные события конца марта. Анонс нового Эпицентра, старт весенних решафлов, 10 тысяч ММР, а также многое другое. На минувшей неделе нас порадовал анонс главного турнира СНГ, Эпицентра. Пройдет он в Москве с 4 по 11 июня. 10 сильнейших команд мира сразятся за призовой фонд в полмиллиона долларов. Отборочные игры во всех регионах начнутся в мае. После квалификации на мейджор команда захлестнула волна решафлов. Virtus.pro после удачного выступления назначили артстайла на постоянную должность тренера, а у их коллег из Vega Squadron наоборот проблемы. Владелец организации Алексей Кондаков в своем твиттере сообщил, что акул ждут перемены. Но какие, пока неизвестно. Анжи, вокруг состава которых уже успело разразиться несколько скандалов, нашли себе пятого игрока. Им стал Йоку, который до недавнего времени играл в коллективе Friends. Поклонников шведской доты на этой неделе огорчила команда Horde, объявившая о дисбанде. Где в дальнейшем будет играть Аки, пока не ясно. Азиатский регион также не остался в стороне от решафлов. Муши стал капитаном коллектива Минески и уже собрал себе состав. В него вошли Куху, Бимба, Нинджабуги и Айю. LGD Gaming не стали проводить решафлы, а просто взяли Уи Хоум в аренду Олда Левена. Полную информацию обо всех изменениях в коллективах вы всегда сможете найти на нашем сайте. Минувший четверг в таблице лучших по рейтингу в азиатском регионе появился первый 10к ММР игрок. Правда, вскоре оказалось, что полученные эти очки были с помощью бага системы рейтинга. Позднее владелец аккаунта Хунг рассказал, зачем ему это было нужно. Я повысил свой рейтинг не для каких-то благородных целей, типа показать Valve ошибку системы или что-то подобное. Я сделал Акс 10к ММР, потому что мне это нравится и я могу это сделать. Valve пока молчат по поводу этого инцидента. К другим новостям. На этой неделе организаторы турнира Manila Masters объявили оставшиеся прямые инвайты. По итогам их получили Evil Geniuses, OG, Yubi, Team Secret и Team NP. Из квалификации на турнир пробились IG. На Manila Masters попадут еще два коллектива. Из Юго-Восточной Азии и Филиппин. Таким образом, СНГ-команд на турнире не будет, по поводу чего Лил из Virtus.pro уже написал несколько постов в Твиттере. Но они вряд ли исправят положение дел. Мизери принял участие в датском подкасте и рассказал о проблемах с призовыми в киберспорте. Он признался, что Team Secret задерживали выплаты, пока Энди не написал свой блог. Только после этого события он получил обещанные деньги. Также Мизери назвал безумцами игроков, которые состоят в организации без официального контракта. Пообщался с журналистами и Бульба из Team Onyx. Он рассказал о своей новой команде, а также отметил, что в целом люди стали играть лучше. Бульба пишет, что если знать основы, следить за играми профессионалов и изучать реплеи, то прогресс неизбежен. Полную версию всех интервью ищите по ссылке в описании. На этой неделе вышел ряд обновлений основного клиента игры. В среду разработчики добавили новую сокровищницу, посвященную Dota Asia Championship. 20% от продаж пойдут в призовой фонд турнира. А уже в четверг вышло обновление 7.04, которое содержит фиксы многих героев и предметов. Информацию обо всех обновлениях ищите на нашем сайте. Что ж, до киевского мейджора осталось совсем немного. А пока рекомендуем всем любителям киберспорта обратить внимание на Dota Asia Championship. Это были новости Dota 2.ru. Хотите больше подробнее и с картинками? Заходите на наш сайт, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех киберспортивных событий. Субтитры создавал DimaTorzok